да сейчас господа значит я вам сейчас пожалуюсь наверное сейчас я узнаю буду ли я вам жалу извините я 4 включил сейчас да видимо я вам пожалуюсь есть на что пожаловаться как вы понимаете есть до присутствует да чё за хуйня почему меня откатывает сейчас подождите вот я иду гена сейчас 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 я вот сюда вот еще приду вам покажу ну да нахуя вы тут делаете что-то а хули вы тут делаете тогда не нахуй вы тут что-то делаете короче ладно я вот чего он хотел сказать значит во первых кирилл давай но 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 по поводу набора вот у нас есть люди которые но ночью физически не могут что нам делать как нам их принимать значит не ночью но я сначала сказал сначала мы связываемся и ну мне про них рассказывают без них а потом мы уже будем думать когда мы можем тебе без них рассказать но вы-то можете ночью это формально да но все так может быть даже все все тогда ждем значит по центра я вам хочу пожаловаться на две вещи во первых мне в примерно 1730 до примерно в 1730 позвонил тича хэппи и говорит то что у нас сегодня какой-то вот соседи ивент крутой должен произойти или не крутой хуй пойми и попроси гену откатить вот соседи ну как вы понимаете за гриф или да вот ну я позвонил гения и реально ну я его разбудил но гена сказал хорошо откачу собственно в нет 1819 я ему звонил они в 1730 вот собственно вы видите да это первое второе это я вам так могу пожаловаться реально но типа нахуя я вот реально не понимаю нахуя то есть вот этот вот ну допустим ну вот сейчас произошел плохой исход и гена не откатил до стрима до того как я сюда пришел гена не откатил у меня вопрос ну типа все равно ну нахуя типа я не понимаю прикола но типа гена откатит вот тут вот вернуться сундуки в этих сундуках будут те же самые ресурсы которые были до грифа ну какой смысл нахуй в этом в одну что ты сделал чего ты добился я бы ну даже если бы у меня не было отвращения грифером я бы у них брал интервью чего они добились блять ну типа ну я что должен прочекать его ник на экране высветится еще что-то ну я вы ну типа понятное дело что после вот этого да ну только бан и идет то есть ну чел который сюда пришел да он ну понимал да ну то что это бан то есть условно ты можешь на спавне пойти вот так вот блоки сломать и за это штраф придет то есть тебя не забанят но ты как бы под нагадил да ну это я понимаю да но когда ты целенаправленно пришел к пятерке на сервере пятерки блять творить хуйню да вот конкретно на складе что поменялось из-за этого то есть ну все же вернется нахуй все все будет как было съебите нахуй отсюда блять все вот это значит вопрос number one вопрос number two ой нет это уже number three вопрос да вот здесь вот после взрыва остались некоторые карты я заходил я увидел то что они тут были некоторые карты здесь присутствовали после взрыва сейчас их нет вот это вот 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 ну вот здесь вот уже их кто-то после грифа спиздил и вот после грифа откат произойдет и вот тут я точно помню было четыре карты где-то вот здесь вот вот ну эти карты уже будут считаться дюпнутыми то есть но грифер наверное добился своего четыре карты они будут дюпнутыми считаться на сервере и нормально вот ну дальше опять же маяк блять ну он спиздил маяк вот это да блять ну типа если сундуки я не знаю как откатывать но дело в том что маяк но даже я смогу ну то есть блоки я шарю я ну особо в командах не разбираюсь да но блоки даже я смогу откатить и тем более еще одно это просто пиздец тоже я хочу ну я не знаю как тут все это происходило но смотрите вот и грифер да вот у тебя есть вариант за гриферить ну допустим всю листву можно здесь за гриферить зажигалкой поджечь да ну уничтожиться тут сгорит смотрите сколько сгорит стекло это самое неблагодарное дело потому что она любыми блять предметами будь то топор кирка она медленно ломается бьёбаный бедный грифер мне его жалко нахуй он ломал здесь стекло блять чё ну вот ну блять ну смотри вот ты грифер но вот ты берешь зажигалку и пробегаешься вот так вот ну блять деревянные тут есть смотрите у нас какое дерево охуенно его строители 12 старались строить ну черкани ты по нему зажигалкой блять ну у тебя определенное время до бана да вот и начал гриф у тебя определенное время добавлено. Ну, чел просто тупой ломал стекло. Ну, вот посмотрите нахуй. Это, ну, при этом, что у меня кирка, блядь, на эффективность 5, да? Ну, то есть и ты выбрал, ну, то есть ты долбоеб, скорее всего, сейчас это смотришь, да? Ну, как бы там сосочки свои дрочишь, типа, что тебе внимание уделили. Ну, серьезно, ты выбрал стекло нахуй, Гриффери? Вот, вот, блядь, вот, смотрите. Ну, то есть вот тут вот, ну, не вот здесь конкретно, да? Но вот тут можно начать ломать и сломать, допустим, воду, вот, чтобы вода хуёво текла, чтобы неудобно было подниматься. Вот здесь вот, ну, просто на эффективность 5 кирочкой, которую ты спиздил. Вот, ну, можно взять быстренько это все сломать. Нахуя он ломал стекло, блядь? Я ломал стекло! Вот, хуй пойми. Спиздил тоже, фантазии не хватило. Я тоже объясняю вам, как, как грифферить. Маяк не надо было ломать. Ну, долбоеб тоже думал то, что ну, как бы спиздить маяк, потому что он дорогой. Я рассказываю, как правильно грифферить, пацаны. Я могу вас научить. Ты берешь, подкапываешься с самого низа маяка, пиздишь один блок, и потом ставишь все, как будто оно и было. Чтоб была загадка, чтоб все не понимали, почему это маяк не работает, нахуй. Что это случилось? Почему, блядь, все есть, а маяк не работает? И чтобы надо было сломать всю пирамиду, понять то, что ты спиздил из центра только один блок, и этот один блок восстанавливать? Ну, в этом была бы какая-нибудь подъебка. Это бы заебались бы люди, они бы это искали. Не, похуй, чел просто, блядь, спиздил маяк. Ну, блядь, никакой вообще фантазии. Просто никакущий, блядь. Ничего интересного. Сломать сундуки, нахуй, вот, ну, сколько СП? С 2016 года челы приходят в сундуки, просто, блядь, топором там или взрывом. Ну, никакой вообще ни фантазии, ни хуя, блядь. Просто ничего. Еще тоже приколы, ну, я... Ну, такие прикольные советы. Вот если вы пойдете вот на ту ферму, и там одного зомби убьете, вы гораздо хуже сделаете, вся ферма перестанет работать. Этого зомби придется возвращать туда. Завозить на лагонетке, на лодке, блядь. Он будет днем гореть. Это будет сложно. Блядь, здесь, ну, просто Гена пропишет, блядь, слэш откат, и все будет откачано. Ну, я звоню, реально. Все, я звоню, нахуй. Все, я звоню, блядь. Ну, отсюда надо ликвидировать, реально, людей, чтобы Гена смог нормально, чисто профликсовочку тут устроить, реально, откатить. Вот. Ну, я, я вообще сказал, никому сюда не заходить, вот, чтобы, когда Гена откатит, чтобы все нормально было. Вот, какие-то ФБРовцы тут какую-то хуйню делают, что-то задрачивают. Ну, тут карты... Алло! Алло, Гена? Нет. Странно, а по аватарке Гена? Блин, ну, сейчас все будет. Давай. А он что, какает? Нет. А что он делает? Что передать? Так, ну, то, что я его просил почти три часа назад, два с половиной откатить от Сусити для того, чтобы что-то там случилось. А он не откатил. А, блядь, все. А что там, нахуй? Опа. Да все нормально все будет. Все, давай пока. Ясно, блядь. Ясно. Ебался. Не, пацан, Трей, если честно, я просто в ахуе. Не, Грифер мега тупой. Вот, серьезно, мега тупой Грифер. Сейчас, подождите, я отойду подальше, чтобы ну, здесь не пиздить. Я вот где-нибудь вот там вот. Да, я прервал Шрекс. Сука. Даже стыдно немножечко. Сейчас. А, и еще тоже. Ну, блядь. Ну, хотя бы для контента. Но за Грифер ты прям на стриме. До стрима вообще. Ну, типа, я, я, блядь, просто не понимаю, реально. Ну, ладно, допустим, это на меня было именно направлено, да, потому что, вот, соседи, типа, вот, город там. Что я сделал такого? Вот мне интересно тоже. Что я сделал такого, что этот вот, ну, человек вот решил настолько мне жестко отомстить, что ну, сделал такую вещь, которая откатывается за одну команду. Смотрите, я просто, ну, пиздец, блядь, тоже, ну, фантазия Грифера, ебейшая. Я вам хотел продемонстрировать. Ну, вообще, два надо. Смотрите. Ой, нет, не сюда поставил. Ебать, охуеть, Грифер, блядь. Смотри, я откатил твой Гриф. Сука, ну, сломай ты хотя бы все, блядь. Ему лень было даже задние ломать. Он сломал только передние, блядь. Вот, все, я починил. Теперь вот сюда идут ресурсы, представляешь? Сломай воронки. Я не знаю, ну, что-нибудь, блядь, фантазию примените. Ну, серьезно, нахуй, ну, просто ничего нового, блядь. Реально, ну, ничего нового даже не происходит. Чего вы добиваетесь-то, блядь? Пиздец, я еще хотел сказать, ну, сломай ты печку. Он сломал просто сундук. Вот вся печка рабочая, блядь. Вот сундук, в который он сломал, это пиздец, конечно. Вот вагонетки там ездят, раскладывают уголь по сундукам. Не-не-не. Я сломаю туда, куда приходят ресурсы, и это будет просто пиздец. Вы что, гриферы? Вы гриферите сейчас? Не, ребят, не, вот это делать не надо, потому что это все равно геннаткатит, а это вы уже вмешались, я бы сказал. Это уже хуёно. Я тут уже все равно пазмешу. Не надо это делать. Агент Мэйншилда все запить. Да-да-да, это агент и ебаного Мэйншилда, блядь. Блядь, интересно, ну, я бы даже... А что, в основном, в остальном отсосите, нет ничего? Нет, только центральное. Нет, только верхушка и здесь все. Блядь, я в охуе. Да, давайте посмотрим. Может быть, ну, моя охуенная печка за гриферина, реально. Не, наверное, он сюда не дошел. Наверное, он не дошел сюда. Ему, наверное, было очень лень. Пиздец, это реально самый тупой грифер, мне кажется. Я бы ему даже премию бы выдал, если честно. Даже, ну, чуть-чуть жалко банить. Ну, потому что, ну, ну, просто пиздец. Не, блядь, вот тоже, я вам по секрету могу сказать, но у меня куча идей. Ну, блядь, ты берешь, опять же, да, ты берешь топор и ходишь, мед, вот берешь со всего моста, снимаешь мед. Это, во-первых, никто не спалит на первых парах. Во-вторых, это будет заебывать жителей Уцсасити и им придется снимать, потому что коррозия будет этого металла, блядь. Он будет ржаветь. Придется ходить, снимать этот металл ебаный. Не, тоже похуй, ну, лучше разрушить сундук, который, блядь, можно откатить за 5 сек. Ну, это, блядь. Не, мамонтенок, ну, я не могу поверить, что человек настолько тупой без доказательств, если честно. Так, может быть, он мой кабинет загриферил. Сейчас давайте в мой кабинет сходим. Так, а ну-ка. Ой, сука. Здесь коврики должны быть, их тут нет. Но это, наверное, грифер жестко. Жестко загриферил коврики. Да, блядь! Сейчас. Блядь, вообще ноль фантазии, пиздец. Может быть, ну, я надеюсь, может быть, он у меня хотя бы украл что-то здесь. Мы нашли другого грифера по центру. Опа! Ебать! Татарчик, ну тебе пизда, реально. Ты спиздил у меня леггинсы. Одни железные леггинсы спиздил. Бля, нихуя себе. Ты чё, охуел? Ты кто такой, блядь? Бля, сука. Не, ну вот это уже можно доебаться, потому что две назеритовые кирки это уже серьезное дерьмо. Ой-ой-ой, татарчик. Ой-ой-ой. Сука, такая тварь, тропическая рыбка. Бля, нихуя. Вот этот чел вообще, наверное, думает, что это его сундук. Ну да. Блядь, он просто сюда складывает ресурсы. Чтоб вы понимали, он не ворует, он их сюда складирует. Блядь, подождите. Чё за хуйня? Нет, надо доебаться, реально. Сейчас, подождите. Я хочу доебаться, но единственное, что меня волнует, это две назеритовые кирки. И это вообще один и тот же грифер был или нет, интересно. Где мои там две назеритовые были? Сейчас вот начали вот отсюда. Вот, вот этот вот человечек. Евсташи. Ев... Ев... Евсташ... Жалко его нет. Запомните его ник, пожалуйста, потому что я хочу потом доебаться на него. Здесь, кстати, потом должны быть эти. По плану здесь шалкеры должны лежать, чтоб я их быстренько мог забирать. Отсюда. Блядь! Алло, да, здравствуйте. Шо у вас случилось? Летом... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова